Приветствую вас и начать мне бы хотелось с того, чтобы определить. Вот вы пишите, что некие проблемы в том, что мужчина не хочет вас скучить и не учитывать ваше мнение, когда вы выясняете отношения. Итак, поскольку у него все доходит до оскорблений, можно и нужно говорить о том, что человек воспринимает вашу ссору, ваши выяснения отношений исключительно как форму выражения своих негативных переживаний, форму выражения своих негативных мыслей. Почему? Потому что если есть оскорбления с его стороны, если есть такая вспыльчивость, агрессия, то это означает, что человек имеет негативные эмоции вообще, и эти негативные эмоции в нем копятся, и они, эти самые негативные эмоции, и стимулируют его на такое к вам отношение, на такое поведение. И для того, чтобы для начала прийти к какому-то решению, чтобы как-то ситуацию гармонизировать, ну и понять, а что мужчина заставляет так себя чувствовать. Что заставляет мужчина постоянно ощущать негативные эмоции? Какие ситуации происходили с вами обоими, после чего у вас возникло такое вот отношение друг к другу? Соответственно, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, на ваш вопрос, решить проблемы, нужно для начала ответить на такой вопрос. С какого момента начались у вас проблемы? Вот что происходило с вами? Что сподвигло вас вообще выяснять отношения? То есть какая у вас тема для выяснения отношений? Далее. Корень проблемы кроется не в том, что мужчина вас не слышит. Корень проблемы кроется даже не в том, что мужчина вас оскорбляет. Корень проблемы кроется в том, что вам нужно, что вы испытываете потребность в выяснении отношений. И вот в этом и заключается самая большая проблема. В паре, где все хорошо, потребности в выяснении отношений нет. Или так бывает, что люди ссорятся, чтобы выплеснуть свой негатив, допустим, чтобы, ну, это как, знаете, для некоторых людей естественная цикличность отношений. Так вот, нужно смотреть в корень проблемы, а она заключается в том, почему вы нуждаетесь в выяснениях отношений. То есть, что вы сами вообще пытаетесь выяснить, что вы хотите выяснить. И тогда, ну, и на вам по-бым и по-бым, что мужчина раздражает, что мужчина напрягает, что заставляет его так себя вести. И с какого момента начал это делать. Вот ответы на эти вопросы помогут вам лучше его понять, скорректировать свое поведение, и тогда уже начать деятельность по приведению отношений к какому-то, ну, к какому-то номинателю, в общем, да. Значит, кроме этого, кроме того, что вы будете решать проблему на внутреннем уровне, на уровне психическом, можно и нужно корректировать свое поведение. А именно, если мужчина не прислушивается к вам, когда вы выясняете отношения, то нужно для себя для начала определить, что есть вообще в выяснении отношений. Что представляет из себя эти выяснения отношений. Потому что для одного человека выяснение отношений это действительно попытка выяснить, что же не устраивает, что же не так. Для другого человека это лишь средство выпустить пар, выразить негатив. Соответственно, этот момент тоже нужно изучить, что для вашего мужчины является выяснением отношений. Далее, отдельным пунктом идет ваша цель, которую вы преследуете, когда начинаете выяснять отношения. Предположим, вы хотите выяснить отношения для того, чтобы действительно что-то для себя понять, что-то для себя выяснить, что-то для себя выделить. Хорошо. Например, цели мужчины с ним, сделать его цели своими, для того, чтобы он увидел, что вы с ним солидарны с чем-то. Либо свои цели оставить на другое время, на более спокойное состояние мужчины. И свои цели реализовывать по-другому. Например, вы хотите что-то для себя выяснить. Ну, вы знаете, что мужчина может вспылить и так далее. Но вот он успылит, вы достетесь, пока он успокоится, и когда он спокойный и расслабленный, зададите ему вопрос. С большей долей вероятности, чем то, что вы сейчас делаете, можно утверждать, что мужчина ответит вам более или менее адекватно на ваш вопрос. То есть, даст вам те сведения, ту информацию, которую вы хотите от него получить. Это, по крайней мере, самый такой вероятный вариант получения вами того, что вы в чем вынуждаетесь. Дальше. Дальше вам здесь, значит, советую сделать паузу в разговорах, стать привлекательной и так далее. Вы знаете, я думаю, что в этом есть определенная доля правды, но лишь с одним маленьким, так сказать, замечанием. Замечание касается того, что если мужчина выясняет отношения не сам, а как бы с вашей подачи, то, естественно, выяснение отношений, вообще-то говоря, нужно прекратить, потому что ничего хорошего оно не несет. Ни вам, ни мужчине, ни вашей семье в целом. Другое дело, что важно, как мужчина ведет себя не при выяснении отношений. Прислушивается ли он к вам, имеет ли значение для него ваше мнение, когда у вас все хорошо, когда вы спокойны, когда у вас нет никаких проблем, нет конфликтов и так далее. Имеет ли это значение? И если нет, то проблема немножечко более глубина, чем, скажем так, поведение в конфликте. Тогда поведение уже определяется не конфликтом, а общим настроением, общим ориентированием мужчины на вас. Тогда нужно разбирать ваши отношения с самого начала, когда вас мужчина во всем устраивал, целиком и полностью, а когда он перестал вас во всем устраивать, и когда вы начали хотеть, чтобы он стал кем-то другим. Здесь нужно особо отметить, что решающие ключевое значение имеют тот факт, с какой стороны были инициированы эти самые изменения. Если мужчина объективно остался темно, он не изменился, но изменились ваши потребности, ваши желания, вы стали желать видеть его другим, то скорее всего изменилось и ваше отношение к нему. Именно если изменение вашего отношения к нему в данном случае может провоцировать такую реакцию мужчины на вас, потому что, возможно, он чувствует или подозревает, что вы больше так, как раньше, к нему не относитесь. В этом его нужно разобедить. Вам помоет проанализировать, чего же вы вообще-то, говоря, хотите. Дальше. А если мужчина сам по себе вроде как не изменился, то есть вы чувствуете, что мужчина не изменился, мужчина, точнее, мужчина изменился в какую-либо сторону, то нужно понять. А чем вообще-то говоря продиктованы его изменения? почему он изменился, что его за составом? И с этими проблемами так же поработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!